Режим повышенной готовности на полдень вторника введен в трех муниципалитетах. В Первомайском и Ташлинском районах, а также в Бузулуке. В некоторых населенных пунктах вода уже зашла в дома, эвакуирует людей. В основном местные жители размещаются у своих родственников. Первый вице-губернатор Сергей Балыкин докладывает, в этом году отмечается промерзание почвы, что в свою очередь может осложнить прохождение паводка в Оренбуржье. Промерзание сильное. И на востоке области большое промерзание от 80. Вот в Озерном 110 идет, в энергетике 131. Куадык уже меньше, там 70. В целом, если брать промерзание почвы по прошлому году, в среднем по области, это было 64 сантиметра на эту дату. Сегодня промерзание почвы 102. Сложная ситуация на сегодня в селе Шапошниково в Первомайском районе. Там потоплено пять домов. По видеосвязи губернатор просит главу района доложить оперативную обстановку. Русло Чигана наполнилось сейчас. Ситуация самая сложная – это село Шапошниково. Вчера была подтоплена одна улица, вот там 9 квартир, 5 домов. Сейчас под угрозой подтопления еще три улицы в селе Шапошниково находятся. Как Сергей Ветрович сказал уже, что мы вчера людей отсилили по родственникам. Одна семья расположена в пункте временного размещения, который находится в сельском совете. Губернатор просит глав не расслабляться, а круглосуточно мониторить ситуацию на месте. Уровень воды в реках меняется ежечасно. Обращаюсь, конечно, ко всем главам, где у нас будет такая ситуация. Будем надеяться, что будет меньше таких случаев. Чтобы вы сами в территории, которые будут отрезаться и где будут подтапливаться, вы, пожалуйста, их посещайте, людей, чтобы вы сами могли убедиться, что они где-то размещены. Если отрезана территория, то в магазинах все есть, в аптеках все есть. Там, где дома освобождаются, люди уходят к родственникам или в ПВР, чтобы, конечно, полиция работала. Также глава региона призывает профильное министерство оперативно следить за паводковой ситуацией на дорогах и вовремя перекрывать движение на особо опасных участках.